Почему, если ваша ООН такая серьезная организация, люди живут с паспортами России, с паспортами... Оккупированное место, значит, можешь сказать? И живут... Добрый вечер всем, добрый вечер. Там не может править грузинское государство, ты не понимаешь? А ну-ка, мальча, что ты кричите? А ну-ка, слушайте друг друга. Чего орете вы? А вы не даете, чтобы мы слушали? Добрый вечер, я поздоровался с вами, ведь даже не здоровится. Я ответила. Я как увидела тебя сразу... Тамуна, ты что? Они культурные. Слушай вас, задавайте вопросы, которые вы хотите. Я не получила ответ. Тамуна, ты что, не слышишь меня? Я слышу, я отвечаю... Не дают, да? Не дают, чтобы ответить, а потом дай свой вопрос. Тамуна, Марат, куда ты исчез, Марат? Могу я ответить? Тамуна, ты знаешь, что... Я тебе одно скажу. Ты Адербайджанули, Гвели. А ты белорус Илана Чалсон. А там хэби, Дедебулия, Эрия, вечно. Понятно? Вот это все... Не, бывают адекватные армяне, которые есть настоящие мужики, но в ТикТоке я их мало вижу, очень, очень мало. Что? Процентность очень мало. Что, что? Слушай, я тебе устрою армянского мужика, чтобы ты наконец-то поняла... Напомнить тебя, Тиграна, напомнить, напомнить Тиграна. Тигран не армянин. Не надо мне его напоминать. Обо кто? Я тебе про армянского мужчину говорю, да? Ты поймешь, что такое мужчина. Сидит там полоскать про армянских женщин. Это что, мужество? Ай, хватит. Ай, недавно грузинские мужчины, я была в этом эфире, могу доказать, обсуждали тебя, что ты делаешь у себя в эфирах. И большинство из них не признают тебя как грузинку. И что дальше? А вот грузинские мужчины, которые так думают про меня, могут ко мне зайти, я их не запрещаю. И никто это меня в лицо не может сказать. Они говорят, что ты не слушаешь их, и ты отключаешь, когда они тебя начинают. А, ты по-грузински понимал все, да? Роза, ты как это-то... Они на русском говорили. На русском говорили. Во всех эфирах снимаешь, да? Ты во всех эфирах не убиваешь, как это называется. Да, потому что я армянских мужчин тоже не запрещаю. Они могут зайти ко мне в покойном вопросе. Не скажу, это слово не скажу. Просто лишь не скажу. Я не могу сказать слово, но я тебе говорю по факту, что я слышала. Что ты можешь, ты тоже говоришь по факту, да? Ты Роза с фактом. Ну, ты говоришь, Тиграна ее обсуждал. Я говорю, твои тебя обсуждали. Зачем ты сейчас про Тиграна говоришь? Роза, Роза! Про меня никто не может. Ни один грузин не может сказать, что я тебя пулеметом или что-то засуну в жопу. Поняла? Сиди сейчас на своем месте. Да и что ты говоришь? Они еще хуже говорят. Да, точно, да. Никто не может это сказать. Негационная такая. Она не грузинка. Да, никто не может. Нет, я не могу сказать. Им стыдно за тебя. Ты неужели не понимаешь? Позови, как и грузинок, которые так говорят про меня. Позову обязательно, позову. За спиной многие говорят. За спиной, как ты, так и годы тоже могут говорить мне. Да я могу тебе и в лицо сказать. Я тебе все, что в лицо говорю, то и говорю. Понятно? Не ты была, которой я всегда защищала тебя в моих эфирах. А не ты была, которая в единственный эфир в мой зашла, что тебя ни один армянин не оскорбил ни в комментариях, ни в окошке. Ни один тебя не оскорбил. А к тебе, когда заходишь, у тебя там дурдом полный. Модераторы оскорбляют. Я в твоих эфирах и не захожу, и вообще мне интересно... Заходила, заходила. Я тебе говорю, когда заходила в свое время. Тебя ни один человек у меня не оскорбил. Дай ты мне слово сказать, Вань! Лицемерка. Дай ты мне слово. Я ничего такого не сказала. Слушайте. Я про тебя нигде не говорю. Не сижу там клоуном. Да, ты поднимаешь людей и говоришь за меня, у меня за спиной, а я у тебя в блоке. Какого фига ты разговариваешь про меня с Давидом, с Мавидом? Для чего ты это делаешь, если я у тебя в блоке? Артур, ты за своих говори и скажи им, что не позор Родину. За своих переживай. Артур Рио. За своих. Не надо за меня. Артур Рио, вот такой вот мужик. Уважаемый человек. Он как может мне говорить, что я что позорю грузинов? Скажи хоть одну. Больше, чем я патриотка, найдите и вытащите сюда со мной поговорить. Больше патриота, чем я. Саруна, ты патриотка не Грузии, а ты патриотка Азербайджана. Это разные вещи. Ты очень сильно ошибаешься. Я уважаю тех, кто уважает мою Грузию. Мою грузинов. Кто уважает, я всех уважаю. Не имеет значения. Если это будет азербайджанец или армянин. Не имеет для меня значения. А такие, как некоторые неадекватные армяне, которые пишут, что Грузия – это Турция, там, Чавах – это Армения. Я им всегда отвечу, как надо. Вот смотри, я много раз. Подождите секунду. Тут, смотрю, Джамиля зашла, я ее уже заметила. Дай-ка запрос. Если ты хочешь уже выяснить со мной отношения, я тут. Если тебе, конечно, не страшно. Смотри, я не раз, когда у тебя сидела в эфирах, ты обсуждала всегда, что какой-то неадекватный армянин говорит, что Джавах – это Армения. Но я не понимаю, да, какой смысл с утра до ночи, несколько раз это было, заходить, и у тебя про это, и ты постоянно об этом говоришь. Я, этот мой мессинг, который я передаю им, это касается тем, тем неадекватным армянинам, которые выходят и говорят, что Джавах – это Армения, хоть они поймут. Послушай, да, до конца, что я тебе хочу сказать. Да, я вот это и хочу сказать, я это и хочу сказать, что ни одного тиктокера нету. Ты знаешь, что Джавах – это Грузия, и все время себе внушаешь, что Джавах – это Грузия. Это тебе что надо сделать, чтобы ты, наконец-то, успокоилась и поверила в это? И все, мне не права. Ни одного блогера в этом тиктоке нету. Армяне, со мной заходят очень нормальные, адекватные армяне, которые никакой претензии не имеют, то, что я говорю, потому что они тоже соглашаются со мной. Так в тиктоке нету таких людей, которые с утра до ночи спорят, чья Джавахетия, поэтому эти разговоры вообще неуместны. Нету таких, я лично не видела. В тиктоке очень много есть, а в реальном жизни таких нету. В тиктоке очень много есть. Я не видела ни одного армянина, который считает Джавахетию Армении. Ни одного не видела, не слышала. Ты везде шляешься, туда-сюда в эфирах можешь смотреть. Шляешься ты, слушай, это соцсеть, мы заходим. Подождите, подождите. Стоп, 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 стоп. Тамуна, ты сегодня мне вопрос задавала, вот Джамиля зашла, я слушаю, какие у нее претензии ко мне. Белла, я зачем себя должна бояться, можно узнать? Ты Всевышний Бог? Да потому что я до хрена чего про тебя знаю. Вот поэтому ты должна меня бояться. Что ты знаешь? Ты выставила какие-то фотографии с моей подругой. Это не какие-то фотографии, это фотографии из личных твоих архивов. За что ты говоришь? Записка тоже из личных твоих архивов дал тебе близкий человек, ты должна была бы догадаться, кто это. Белла, у меня их появилось, я выйду, зайду, хорошо, подними. Да, хорошо. После этого я начала разбираться, почему у тебя такие близкие прямо отношения с этой Айтанушкой. Да, Белла, Белла, успокойся, успокойся, у тебя нет фотографий с подругами? Это не по-дружески, я просто многое не выставила, понимаешь? Меня совести не хватает. Ты еще в постели фотографии были? Ты сама прекрасно знаешь, какие там еще фотки были. Миша, подожди одну минуту. Ты сама прекрасно знаешь, какие там еще фотки были. Согласна со мной? Нет, не согласна, потому что это твое видео, одно только чушь собачья. Там что ты показала? Фотографии с моей подружкой? Да, да, вот все эти твои наколочки, капельки, капелька роса, цветочки, все это чушь, да? Но как-то слишком много совпадений, знаешь? Да что ты говоришь? Ты бы про мальчика поставила, еще бы тебя поверили бы. Белла, ну как он пишет состояние, Шалыч? Ты вообще, у тебя нет другого, да, занятия? Тамуна, я бы на твоем месте перестала бы с ней дружить, потому что ты что, не поняла, кто? Не перестала бы дружить, Джамиля поедет очень скоро, Белла, успокойся. Белла, тамуна не в моем случае. Джамиля, ты можешь сказать, какие у тебя отношения с Айдан были? А это уже не твое дело. У нас были дружеские отношения, просто характер не сошелся. Характер не сошелся, ты в своем уме? А я уже примерно знаю, но у меня еще и то из характера не сошелся. Была, ты в своем уме была. Вот как мы пережили, вдруг характер, ревность. Может, ревность была такая. Твои фотографии, твои фотографии видела с твоими подружками там вместе в ресторане. В ресторане видела твои фотографии с девочками. Я что, должна плохо подумать? Я там со своим мужем была. Я там со своим мужем была. А что мне делать? Я мужа нету, я не могу дружить. Ты вообще о чем говоришь, Белла? А у тебя, я теперь понимаю, почему у тебя мужа нету и почему у нее мужа нету. Да что ты говоришь, да что ты говоришь? Я теперь все поняла, моя дорогая, почему у вас нету мужей. Вот у Айлы почему нету, я пока еще не разобралась, но ничего страшного. Твой голос пропал. Белла, успокойся, ты уже херней маешься. Ну что, девочка. Вот за такое то, что ты там выставляешь. Я херню не мать, ты его губки видела? Подожди, подожди, подожди. То, что ты там выставляешь вот это, ты знаешь, за это законом карается, знаешь, нет? Я знаю, да пожалуйста, напугали тоже меня. Если я сфотографировала с подругой, ты не знаешь, что я с ней переспала. Ты вообще в своем уме, у тебя уже голова нету. Такая подруга, что ты на 8 марта с ней ездишь в Стамбул отдыхать. Вообще, это так подруга. Если я завтра поеду в Грузию, я влюбилась в Стамбуну, ты что говоришь? Если поедешь, то у меня появятся такие фотографии. Белла, ты говорила, я тебя пригласила в Грузию ко мне. В гости пригласила. Это что значит? Это ничего, потому что я у тебя лесбийских наклонностей пока что ж не замечала. Но сейчас моя дружба замыли, меня так... Тамуна, кстати, ты тоже не замужем. Ну и что? Мне надо бы задуматься, что вообще у вас происходит. Ага, Миша Гагра, можешь поднять? Миша Гагра, можешь поднять? У меня несколько вопросов. Павел запас закончился, да? Миша Гагра, это кто? Миша Гагра, тут есть грузин. Можешь ее поднять, если он кинул запрос? Не вижу запросов. Миша, если можешь... Алина в запросах. Мне очень интересно, Белла, когда ты перестанешь чужой жизнь? Ой, здравствуйте, я не знаю, пока подождет Миша Гагра, да? Не Гагра, а Гагра. Ой, извините. Ладно, Миша Гагра. Ой, не могу. Миша Гагра. Извините, я просто плохо услышала. Я просто хотела сказать, Белла, ну пожалуйста, Лизбе им было хорошо. Зачем ты мешаешься в жизнь, девочек? Лизбе им было хорошо. Ну зачем? Ну, простите, пожалуйста. Ну, сейчас женская любовь лучше, чем мужская, Вай. Лизбе им было хорошо. Завтра я к тебе приеду.